Massive Assault Network 2. Великая ТБС. Тот самый индийский математик, придумавший шахматы, был бы жутко рад, увидев эту игру. Это те же шахматы, но только глубже и интереснее. Графика по сегодняшним меркам плоха, при том, что 60 кадров в секунду на хорошем железе все равно не получается. В Massive Assault Network 2 можно играть по сети в реальном времени, видя, как ходит и отменяет свои ходы живой человек, а можно и действительно пошагово. Ваши ходы будут отправляться игроку, который сейчас в оффлайне, и когда он вернется и походит, его ход отправится вам. Но это может быть через пару часов или на следующий день. За это время, особенно если у вас много одновременных партий на одинаковых планетах, так называются карты, то можно запутаться. Забыть, последнее ли это был секретный союзник оппонента и вообще, зачем ты купил столько самолетов? Про секретных союзников, так называемых Secret Alias, это главная фишка игры, которую отмечают во всех рецензиях. Представьте, что на карте всего 10 стран, 3 из них ваши, но еще не открыты врагу и в них нельзя закупать технику. То есть противник может напасть на эту якобы ничейную область, вам дадут немного денег на партизанское восстание, а вы потом раскроете эту область, то есть закупите войск на всю сумму, что дается этой деревне при старте. Также может вести себя и враг, что дает еще одну тактическую перемену. Играть можно и с очень умным компьютером, и искусственный интеллект хорош. Можно настраивать режим игры, как долго разрешается думать, какова концентрация стран, как долго они будут приносить прибыль и каков будет набор юнитов, стандартный или расширенный. Для победы не нужно уничтожить последний юнит врага, достаточно лишь переломить баланс до точки невозврата. Когда становится ясно who is who, добивать лежащего уже не обязательно. Играть вечно, что теоретически возможно в шахматах, не получится. Каждая страна плодоносит лишь определенное количество ходов, а от размера базы зависит, как много денег вы получите в конце хода на покупку войск. Весит игра около 500 мегабайт, а неограниченная подписка стоит 700 российских рублей. Кстати, последний проект этой минской студии — это «Операция Багратион», о которой в Беларуси говорили и по телевизору, и в непрофильной прессе. Как же, воссоздали известные исторические события, на географическом местоположении которых мы и живем. Игромания уже поставила игре 8 баллов из 10, так что компания Виктора Кислова, похоже, высиживает только золотые яйца. «Операция Багратион» Дислокация «Партизанские пенсии» Дислокация «Партизанские пенсии» Дислокация «Партизанские пенсии» Дислокация «Партизанские пенсии» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...